Киберкобра на связи Киберкобра на связи Я не понимаю Где здесь смотреть Первый вопрос, Навальный это шпион? Ответ нет, Навальный это не шпион Шпион это чайка Которая, как вы знаете, имеет Недвижимость в Швейцарии Нет вопросов пишут Алексей Анатольевич, добрый вечер Винокуров, старик Винокуров Ну Не боитесь за себя и за родных Я боюсь за себя и за родных И вообще за всех граждан Российской Федерации Которые сталкиваются с тем беспределом Они реально сталкиваются каждый день И я много раз говорил, что те активисты Которые Занимаются расследованием коррупции где-то в регионах Они, конечно, подвергаются гораздо более Больше опасности, чем я Мне пишут, переверните, пожалуйста, камеру Только я не понимаю, так должен перевернуть Так лучше У вас камера перевернута на бок Это, честно говоря, iPad дождя Это их перискуп Я не знаю Куда эмигрировать, спрашивают меня Никуда не надо эмигрировать Пусть сами они эмигрируют А мы будем Будем жить в нашей стране Навещаешь ли ты брата Сейчас его навещать нельзя Вы знаете, что его перевели на строгие условия содержания Так называемые И посещения, и передачи ему запрещены Леш, почему дальнобойщиков не поддерживаешь? Как ты не поддерживаешь? Я, можно сказать, сам дальнобойщиком уже стал Значит, первый, кто писал про систему Платон Когда еще никаких протестов дальнобойщиков не было Это был я В ходе борьбы с коррупцией Судится сейчас с правительством по поводу Платона Мы написали заявление в антимнополийную службу по поводу Платона Единственные, собственно говоря, кто пытается получить Вот то самое концессионное соглашение Которое засекречено Вопрос Как вы относитесь к Путину? Пусть иной отношусь не очень хорошо Я считаю его отцом российской коррупции Ребята, с дождя я должен вести этот адский налог видеоблогера прямо до эфира Какие текущие расследования в БК? Ну, слушайте, мы... Даже наше расследование по чайке, оно совсем не закончилось Оно только началось Огромное количество эпизодов Начиная от Иркутска и заканчивая Швейцарией Там есть куда и что расследовать Вижу, что летят сердечки Не очень понимаю Наверное, вот вы где-то там лайкаете, и они летят Непонятно, что, если человек нажимает на дислайк, что появляется тогда Сердечки, кстати, разного цвета, не очень понятно, что Почему у правительства нет реакции на ваш фильм? Ну, сейчас как раз в эфире у Светланы Сорокиной Мы, наверное, будем об этом говорить Я каких-то спойлеров сейчас выдавать не будем Кто заказал чайку? Чайку заказали все, кто финансирует фронт борьбы с коррупцией Кто важнее, Медведев или Путин? Мне кажется, Медведев совсем не важный Еще давайте пишите вопросы Будет свой перископ у тебя? У меня есть перископ, я им просто ни разу в жизни не пользовался Я его поставил, мне чуваки из Твиттера сказали Достаточно давно ставь перископ, это крутая штука Но я так и не научился ей пользоваться Теперь, кто финансирует ФБК? Спрашивают Меня финансирует ФБК, можно зайти и посмотреть наш отчет Достаточно большое количество на Депло, 20 тысяч человек Которые пересылают нам пожертвования Мы по российским меркам достаточно богатая некоммерческая организация У нас бюджет больше 20 миллионов рублей в год Этого нам хватает для того, чтобы вести свои расследования Перископ очень крутая штука Согласен Как вы к Венедиктову относитесь? Венедиктов прикольный чувачок Как выйти из кризиса? Ну как выйти из кризиса? Для того, чтобы выйти из кризиса, нужно начать выходить из кризиса Потому что есть некоторые очевидные решения Без которых страна не может не проводить реформ А действительно выходить из кризиса И я считаю, что первоочередные базовые меры по борьбе с коррупцией Это первый шаг для того, чтобы уходить из кризиса Штрафы свои выплатили О, кстати говоря, эксклюзив для Перископа Я выплатил штрафы Исполнительное производство в отношении меня закончено Еще никому нигде не говорил И нигде я это не писал Планшет поверни, Леша Когда у меня было так, мне сказали, что нужно повернуть Это тролли А, окей, то есть меня затроллили в Перископе Чтобы выйти из кризиса, выходить из дома Это правильная мысль Абсолютно Какие первые реформы при смене режима? Судебная реформа Я считаю, что без судебной реформы ничего не случится Должно быть такое место, где люди могут прийти и добиться справедливости Если нет честного суда, значит ничего не будет работать Что с дождем? Прокуратура роет Ну вот сейчас мы спросим Может быть нам Сорокин в эфире расскажет Я так понимаю, прокурорская проверка на дожде идет Что думаешь по поводу упавшей нефти, что будет с долларом? Ну если нефть будет падать, то и доллар будет падать Потому что, вернее, доллар будет расти, рубль будет падать Потому что, ну очевидно, там такая абсолютная корреляция Между курсом доллара и курсом рубля и курсом доллара К сожалению, наша страна мало что производит Это единственный источник дохода для бюджета Ну из крупных А вот Светлана Сорокина пошла Значит, я должен идти Всем спасибо Всем большое спасибо За этот мой первый эфир в Перископе Удачи Там другую оденешь